Матрёшка Балю Сулам объясняет, что наш мир делится на внешний и внутренний. Мы видим внешний мир, а внутри него есть также внутренний. Разница между ними не такая, как между двумя этими фигурками, одна из которых всего лишь меньше, а другая больше. В науке Каббала внешним считается то, что мы видим, весь этот мир. Деревья, земля, солнце, облака, вся неживая растительная животная природа, все люди, звезды, Вселенная, целый мир. Все это, как говорит наука Каббала, внешний мир. И человек, существующий в своем теле, в этом мире, тоже внешний. Но кроме того, что мы видим перед собой, есть еще внутренний человек. И есть внутренний мир. И потому существуют науки о нашем мире, называемые внешними науками. Физика, химия, биология, зоология, география и так далее. И есть наука о внутреннем мире, называемая внутренней мудростью или наукой Каббала. В чем разница между ними? Внутренний мир точно соответствует внешнему. Но отличие в том, что внутренний мир скрыт, а внешний сейчас нам раскрыт. Если мы желаем достичь внутренней жизни, независимой от нашего тела, от всего происходящего с нами в этом мире, ни от рождения, ни от старости, ни от смерти, ни от каких бы то ни было событий этой жизни, если мы желаем жить внутренней жизнью, то должны достичь внутреннего мира. Но раскрывая внутренний мир, мы обнаруживаем, что в нем есть еще более внутренний. Затем мы продвигаемся, входим еще глубже вовнутрь и раскрываем там еще более внутренний мир, а за ним еще более внутренний. Выходит, что кроме нашего мира, мира Ассия, есть еще мир Яцера, Брия, Ацелут, Адам Кадмон, или мир бесконечности. И он самый внутренний, самый неуловимый. Там находится наш корень. Оттуда мы спустились в своем развитии до этого мира, огромного, но земного, очень материального. И отсюда, из этого мира, мы должны входить все глубже и глубже в духовный мир. Он самый внутренний, самый скрытый из всех миров. Но достигая его, мы ощущаем, что он несравненно больше и величественнее всех. Этот мир огромен своей материей, а самый внутренний мир велик своими вечными и совершенными силами. Все миры, как высшие, так и низшие, находятся внутри человека. Балюсулам – предисловие к введению в науку Каббала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова